Ну, во-первых, мне кажется, что это самый доступный вид СМИ и просто связи с миром, потому что если ты, не знаю, на корабле или в поезде, все равно где-либо можно найти радиоточку и послушать новости, и то, что нужно для тебя, или музыку. А потом, мне все-таки кажется, по крайней мере для меня, всегда так было, для меня аудио восприятие информации самое сильное, даже более сильное, чем видео. Если ты смотришь фильм, понятное дело, что ты смотришь на картинку и так далее, и так далее, но когда речь идет конкретно о информации, восприятии информации, то когда ты слышишь ее и пропускаешь через голову, и самостоятельно что-то воображаешь в себе, у тебя происходит свой собственный видеоряд, поэтому действительно аудио восприятие для меня лично самое сильное. И если я что-то слышу из этого, оно всегда запоминается, и потом уже можно узнать подробнее о той или иной новости, уже посредственно из газеты и так далее, и так далее. Ну плюс еще, у меня всегда было в этом, мне кажется, в этом много романтики, поскольку, например, в детстве у нас, еще тогда у советских детей были пластинки. Мы слушали разные мультики, слушали сказки, и для меня вот это аудио восприятие, оно осталось очень важным, поскольку, мне кажется, это намного интереснее воображать себе свою собственную сказку, столько слышать голоса ведущих, голоса артистов, а видеоряд у каждого человека, у каждого ребенка свой. И для меня это было тогда вот такой сказкой, и очень трепетным моментом поставить пластинку, сесть и час, может даже полтора сидеть, и слушать, не шелохнувшись, и представлять себе, как какое-то волшебство, которое происходит только у тебя в голове. Поэтому, мне кажется, это очень добивает фантазию и очень расширяет внутренний кругозор. Мне кажется, радио особенно важно для прослушиваниями и детьми, и подростками, поскольку во время новых технологий, когда все по щелчку пальца можно перевернуть туда-сюда, сделать, и ты уже не прикладываешь никаких усилий к тому, чтобы включить воображение силы или даже интеллект, а все-таки радио, оно дает тебе некий намек на то, чтобы ты мог поразмыслить, мог порассуждать, мог домыслить, дорисовать себе картинку, которая тебе дает тот голос, который вещает из радиоприемника. Молодые голоса — это молодая кровь, молодые впечатления, молодые интересы. И, конечно, сейчас, глядя, например, если рассуждать о театре, то я прекрасно вижу, насколько уже совершенно очевидно делится поколение зрителей на поколение старших зрителей, на поколение молодого зрителя. И какой театр предпочитают молодые зрители, и какой театр предпочитают взрослые зрители. Мне кажется, очень важно, чтобы о этом новом театре, об этой новой драматургии, об этих новых впечатлениях рассказывали молодые люди, которые искренне интересуются такого рода искусством. Я сейчас говорю о театре, но это происходит везде, потому что у нас уже у всех совсем другой вкус по отношению к кино, совершенно другие мысли по отношению к новой поэзии, к новым писателям, и так далее, и так далее. И это новая пора, это новая история, это наша будущая история, наша новая история, поэтому молодые голоса должны о ней рассказывать. Я желаю всем счастливого всемирного дня радио. Субтитры создавал DimaTorzok